МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На всю Владимирскую вещает телерадио компания Губерния 33 в студии Александр Козлов. Мы выходим в двух форматах. Телеверсия доступна зрителям канала Домашняя в эфире Радио Дача. Ее частота 107,9 FM. Идет аудиоверсия программы на всю Владимирскую. Также запись можно найти на нашем сайте, адрес сети интернет trc33.ru. Начнем понемногу. На дворе 16 февраля, а значит не за горами время, когда реки и озера нашей области потихоньку освободятся от льда. Поклонники рыбалки на открытой воде уже вовсю готовятся к сезону. Но с Настей готовят и зачеркивают деньки на календаре. Однако в этом году рыцарям, так назову, блесны и поводка придется повременить со своим хобби. Дело в том, что 3 февраля вступили в силу новые правила рыболовства. Касаются они и Волжско-Каспийского рыбхозяйственного бассейна, к которым относятся и водоемы Владимирской области. Так вот, новые правила жестче действовавших до сих пор. Когда и чем и где можно ловить рыбу на наших реках и озерах, вот об этом мы поговорим сегодня с начальником Владимирского областного отдела рыбоохраны Алексеем Кондрашовым. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Юрьевич, прежде такой общий вопрос. А с чем вообще связано введение новых правил рыболовства? Ну, на самом деле, старые правила требовали уточнения, это во-первых. А во-вторых, так как Росрыболовство вошло в состав Минсельхоза, и теперь все правовые документы для Росрыболовства пишет Министерство сельского хозяйства, потребовалась перерегистрация правил на новое ведомство. Ну и заодно уже внесли поправки, которые действительно требовались для рыбаков-любителей, много понятийного аппарата было изменено, они стали более понятны и доступны для населения. Хорошо. Каждой весной, в период нереста, у нас водоемы закрываются для рыбной ловли. В новых правилах какие сроки указаны? Когда уже нельзя ловить и когда уже станет можно? Запрет вступает нерестово у нас с 1 апреля по 10 июня. Раньше было с 10 апреля по 20 мая. Поэтому срок расширен, и теперь запрет будет действовать более длительный срок. Рыбная ловля вообще запрещена как класс? Или же всё-таки какие-то способы допустимы? У нас на поплавочную удочку разрешено ловить в этот период вне мест нереста с берега. В нерестовых местах, которые в приложении, в правилах прописаны, там ловить вообще ничем нельзя. А вне мест нереста можно ловить с берега не более чем на 2 крючка на 1 человека на поплавочную удочку. То есть, если даже это донная удочка, очень распространённая, то всё равно можно. Можно, но не более чем на 2 крючка на гражданина. Понятно. А спиннинг? Спиннинг под запретом. Под запретом. Такой очень важный момент. Я сам поклонник сплава байдарочного. На маломерных судах, на водоёмах области можно в этот момент находиться? Если касаемо байдарок и без моторных судов, то, собственно говоря, ограничения на них действуют только в местах нереста. Но, опять же, ограничения действуют только для тех граждан, которые собираются осуществлять рыболовство. Если вы просто без рыбалки поедете на водоём, допустим, у нас много вопросов дают по охоте, у нас в этот же период попадает охота, то вы совершенно спокойно можете передвигаться и на моторных судах, и на безмоторных судах. Но это, опять же, только вне мест нереста. Значит, передвигаться можете не для цели рыболовства. В целях отдыха или каких-либо других целях. У нас там перевозка продуктов в паводковый период осуществляется. Рыбу никто в этот момент не будет пытаться ловить, если использователи. И тогда передвигаться, в принципе, возможно. — Если, допустим, я стою на берегу, и у меня случайно оказалось, ну, какая там, я не знаю, допустим, спиннинг в машине, ко мне могут быть санкции применены? — Ну, если у вас спиннинг в машине, и вы его не используете, какие к вам могут быть санкции применены? Именно про спиннинг разговор не идёт. Спиннинг у нас, в принципе, разрешённое орудие лова, оно не является запрещённым. — Нет, вот в этот вот период, с первого по десятый. — Ну, если вы на него не ловите в данный момент, никто, конечно, на вас протокол составлять не будет. Да и это, в принципе, противоречит правилам. Потому что запрещено находиться только с запрещёнными орудиями лова. Значит, если у вас спиннинг находится в лодке, ну, находится он не в лодке, извините, в машине, да, в лодке это несколько уже другое. — А в лодке уже я попадаю. — Да, попадаете, да. Машина не является местом добычи вылова. У нас запрет на запрещённое орудие лова в том или ином месте, да, только в месте добычи вылова. Вы стоите на берегу, рядом с вами лежит спиннинг. Место вылова, да, конкретно, на удочку вы ловите, но вы уже находитесь с запрещённым орудием лова. В лодке он у вас находится, тоже это может являться местом добычи вылова, потому что разрешается ловить только с берега. Тоже вы попадаете уже под наказание. Ну, если же он у вас лежит в машине, вы, может быть, отсюда в Астрахань поедете там, или ещё куда-то, где другие запретные сроки. Поэтому за это протокол на вас составлен не будет. Вот, кстати, по поводу запретных орудий лова. Ну, сети, электроудочки, там, самоловы, они как бы традиционные, много лет уже запрещены. Я, насколько знаю, вот в новых правилах дополнительно какие-то орудия лова запрещены? Здесь просто произошли уточнения с подводной охотой. Значит, луки, арбалеты, вы, наверное, это имеете в виду. Понимаете... Я даже там видел, там огнестрельное оружие запрещено. Ну, огнестрельное оружие вообще попадает у нас под уже уголовно-наказуемое деяние. Огнестрельное оружие, да, просто его в правилах раньше не было прописано, оно было только в статье Уголовного кодекса прописано, применение огнестрельного оружия, поэтому его включили в правила, потому что некоторый казус был, в правилах не было, а в статье Уголовного кодекса было прописано. То есть были прецеденты, когда с помощью огнестрельного оружия добывали рыбу? Ну, вообще, это исторически происходит каждый год, да, с давних времён ведётся, когда люди садятся на деревьях на крутых берегах и проходящую мимо рыбу стреляют из ружья, что, собственно говоря, приравнивается к уголовному наказанию и запрещено, стражающе запрещено, потому что рыба охраняется законом, и не факт, что вы её выстрелом своим убьёте, а только пораните, да, а потом уже процесс заболевания может перекинуться на другие виды рыб или вид того же класса. Поэтому это под запретом. Луки-арбалеты, да, существуют пистолеты для подводной охоты и ружья для подводной охоты, специализированное оружие, которое разрешено. Просто народ пытается применять также совершенно различные орудия, подходящие там подводной охоту. То есть всё, что стреляет, пытаются использовать. Более того, что я знаю, были случаи в других регионах, когда при применении тех же самых арбалетов вместо подводных ружей, да, с берега, допустим, или в забродку, были попадания в людей, которые в этот момент находились под водой и осуществляли подводную охоту, потому что их не видно. Приехало отдохнуть. Поэтому, короче говоря, были даны уточнения и разъяснения для того, чтобы не проходило таких инцидентов. Вот, кстати, по поводу ещё запрещенных орудий лова. Сети запрещены, но если в магазин рыбацкий, да практически в любой прийти, то они в свободной продаже висят. И ячеечка разная, и такая, и сяка, и производители разные. Как-то вот противоречия в этом определённые есть. Если запрещены, почему же их продают? Ну, никаких противоречий на самом деле здесь нет. Дело в том, что у нас, мы с вами говорим только о правилах спортивных для спортивно-любительского рыболовства. Но у нас есть ещё правила промышленного рыболовства, где сети разрешаются разрешённым орудием лова. Но для этого нужно получить специальное разрешение в пределах выделенных квот. Действительно, мы считаем, и сколько раз мы пытались всё это дело изменить, что сети должны продаваться только по рыболовным билетам или уже при наличии у человека разрешения на промышленный лов. То есть есть квота, покупаешь сеть? Да, поэтому они могут продаваться, но только по таким разрешениям. В правилах в новых мы ждали, что, может быть, всё-таки ведут запрет, но, к сожалению, запрета здесь в правилах не оказалось. Но этот запрет содержится в проекте «Закон о спортивно-любительском рыболовстве», который прошёл второе чтение в Государственной Думе, и сейчас будет уже вноситься на пленарное заседание, проходить третье чтение. И когда этот закон будет принят, то действительно свободная реализация сетей, она у нас будет в магазинах запрещена, потому что в проекте предусмотрено, что данные орудий лова, которые запрещены для спортивно-любительского рыболовства, могут продаваться по разрешениям, выданным под промышленное рыболовство, либо при наличии квот на промышленную добычу рыбы. Хорошо, спасибо. Я напоминаю, что гость программы «Новсю Владимирскую» сегодня Алексей Кондрашов, начальник Владимирского областного отдела рыбоохраны. Алексей Юрьевич, мы сейчас прервёмся на блок новостей, а после вернёмся к вашей теме. Хорошо. В Петушинском районе попали в аварию хоккеисты из Литвы. Автобус молодёжной команды «Жальгерес» вылетел в кювет. К счастью, серьёзно, спортсмены не пострадали. ДТП произошло сегодня в половине пятого утра. На 107-м километре трассы М7 «Волга» литовской команды «Жальгерес» отправлялась в Саров на игру молодёжной хоккейной лиги. Водитель грузовика «МАЗ», двигавшийся в сторону Москвы, неправильно выбрал скорость и в результате совершил столкновение с впереди идущим «Зилом», который, в свою очередь, столкнулся с грузовиком «Ивека». Тот вылетел на полосу встречного движения и врезался в автобус «Мерседес». Автобус вылетел в кювет и перевернулся. Юные хоккеисты отделались ушибами и синяками. Водитель «Зила» с переломом таза и обеих лодыжек был отправлен в больницу. К ликвидации последствий ДТП привлекались 16 человек и 8 единиц техники. Большой военно-спортивный слёт для школьников призывного возраста прошёл в Подмосковье. Среди 400 его участников были представители Владимирской области. Ребята обучали стрелять из боевого оружия, оказывать первую медицинскую помощь и даже прыгать с парашютом. Кстати, вот именно это экстремальное испытание прошла и наш корреспондент Карина Романова. С чего начинается армия? С изучения экипировки, вооружения и связи, строевой подготовки, навыков по выживанию, стрельбы из боевого оружия и даже прыжков с парашютом. Военно-патриотический центр «Фрегат» проводит подобные слёты третий год подряд. Раньше они проходили на территории военного аэродрома под Киржачом, но там нельзя проводить боевую стрельбу, а холостыми стрелять, что называется, не комильфо. Впрочем, для участников слёта такой расклад только на руку. На учебно-тренировочном комплексе ВДВ ребята смогли ещё и с парашютом впервые прыгнуть. На прошлом месте такого бонуса у них не было. Стреляли из Калашникова, очень уши закладывала. Она прыгала с вышки. Сначала было страшно, тот первый шаг, но потом, когда летишь, уже ничего, мысли нет, ничего не думаешь. Главное, чтобы ноги были вместе. Очень круто. Я тоже решила немного полетать. Прыжки осуществляются на специальном учебном куполе с 20-метровой вышки. Наверху двое солдат проводят краткий инструктаж, главное правило которого – в полёте руки держать крест-накрест на ремнях, а ноги плотно сжатыми. Смотреть вниз перед прыжком нельзя. Вместо этого предлагается фиксировать взгляд на впереди стоящей церкви. А после – шаг вперёд и, как говорится, с Богом. Готова? Нет. Тогда пошла. Тогда пошла. Многи вместе! Свободное падение длится не больше секунды. Весь полёт – секунд пять. Внизу для подстраховки стоят ещё два солдата, которые буквально ловят необученных новичков. Кстати, эти военно-патриотические слёты проходят при активной поддержке ДСААФ и администрации Владимирской области. Светлана Юрьевна, она мать, государственный деятель, понимает, что детей надо воспитывать. Мы с вами видим, что за последние годы возникли очень большие проблемы. И сегодня воспитанию молодёжи, в том числе военно-патриотическому воспитанию, уделяется очень-очень большое внимание. Это, помимо всего прочего, обмен опытом. И это получение необходимой начальной военной подготовки и практики, которая будет им необходима уже в ближайшие годы. Воспитанник Центра военной подготовки из «Звёздного городка» Александр Генералов говорит, что такие слёты помогают развеять стереотипы и страхи по поводу армейской жизни. Сам он планирует связать свою судьбу именно с армией. Мы же переживаем военную жизнь. И нас готовят к ней. То есть все, кто заканчивал центр, идут в органы правоохранительные и тому подобные организации, которые занимают почётное место в нашей жизни. Самое интересное, что в военно-патриотическом слёте с каждым годом участвует всё больше девочек. Самое тяжёлое для нас – это физическая всё-таки подготовка. Всё остальное как-то более-менее удаётся хорошо. А эмоционально? Как-то страшно, наверное, быстро? Эмоционально? Ну, когда мы ездим на какие-то выходы, то да, всё-таки. Раньше не было женского отделения вообще у нас. А тут первое женское отделение, и нас не щадят, можно сказать. Поддержать молодёжь на слёт приехал герой России, лётчик-космонавт Александр Скворцов. Его старания именно 9 мая в прошлом году, рисунки детей Владимирской области, были отправлены на МКС и пролетели по орбите почти 150 миллионов километров. Что касается слёта, космонавт всецело поддерживает идею его проведения. Мне очень понравилось. Он с таким высоким качеством проходит действительно на реальной базе подготовки наших бойцов. И сейчас это, конечно, очень важно. Видно, как глаза горят у участников вот этого военно-спортивного соревнования. Я думаю, что это очень хорошая традиция. И хорошая возможность показать оборонно-массовую работу области, говорит заместитель губернатора Михаил Колков. Хорошую подготовку наших ребят отмечают и офицеры, проводящие инструктаж. Здесь вот на базе боевой части есть возможность стрелять боевыми патронами. То есть прикоснуться к армейской действительности в полном объёме, что очень дорого для тех ребят, которые живут и готовятся к службе в рядах вооружённых сил. Далее Михаил Колков провёл церемонию награждения участников военно-патриотического слёта. Завершился он символично, учитывая место его проведения. На счёт три, когда готовы. Слава ВДВ! Слава ВДВ! Слава ВДВ! Слава ВДВ! Молодцы! Карина Романова, Борис Шигалев, губерния 33. Алексей Юрьевич, военно-спортивные сборы, военно-патриотические сборы, слёты, проводятся регулярно. Не так давно полицейские проводили нечто вроде Дня открытых дверей, когда студентам предлагалось почувствовать себя в роли полицейского, как бы примерить на себя эту профессию. Вот со стороны рыбоохраны нечто подобное проводится? Можно ожидать? То есть привлекаете ли вы молодёжь? Может быть, вам пополнение кадровое нужно? К сожалению, у нас раньше был в советское время и немножко в постсоветское время был институт голубых патрулей, так называемых, когда школьники выходили в рейдовые задания с нашими сотрудниками, проводили различные мероприятия, в том числе выпуск молоди, когда проводился. Работали на заморных водоёмах, когда переселяли водные биологические ресурсы из водоёма в водоём, из умирающего водоёма в том водоёме, где достаточно кислорода. На сегодняшний день институт этот утрачен. Мы надеемся, что всё-таки государство немножко повернётся к нам лицом, для того, чтобы хотя бы немножко финансировать данные мероприятия, потому что собственными силами работать с молодёжью очень и очень тяжело. Всё-таки это затратно, нужно и молодёжь вывезти на водоём, провести с ними определённое там время. Ну, само собой, их же всё-таки надо, если на природе, то как-то накормить и напоить, да? Ну, и обучить, наверное, надо. И обучить, и обучить, опять же, да. Ну, и на сегодняшний день у нас по сравнению с тем штатом, который был в советское время, у нас там много меньше инспекторов, почти в два раза, поэтому у нас практически нет времени уделять такому занятию. Но если бы школы, допустим, хотели бы прийти к нам и обратились бы к нам за помощью для проведения каких-то консультаций, прочитать лекции, приготовить презентацию, выступить перед детьми, мы бы с удовольствием пошли бы им навстречу, но, к сожалению, пока таких просьб тоже к нам не поступало. Уважаемые директора школ, мотайте на ус, это один из вариантов, как занять детей, какие факультативы, быть может, провести. Спасибо, двигаемся дальше. Он отправляется в кругосветку, чтобы доказать, рак не приговор. 20-летний владимирец Кирилл Меншиков мечтал пойти по стопам деда, полковника ФСБ и отца пограничника, сделать военную карьеру, но не смог попасть даже на собственную присягу. Врачи поставили ему страшный диагноз – болезнь Ходжкина. Вместо того, чтобы унывать, Кирилл решил посмотреть на ситуацию, иначе он собрался в кругосветные путешествия, во время которого будет помогать, чем возможно, он к больным детям и взрослым. Можно тоже подумать, зачем убиваться так, по этому поводу. Как я уже сказал, уделять вообще столько нервов этому всему, то есть это и самому себе хуже делать. Не стоит этого всего, то есть все мы когда-то умрем, в любом случае, то есть что я конкретно знаю, умру я точно не от этой болезни. Сегодня Кирилл начинает свой пятый курс химиотерапии. Всего их восемь. В перерывах Владимирец планирует объехать несколько детских онкоцентров, а уже после отправиться куда-то дальше. Главное – найти каких-нибудь спонсоров. В Тибете, например, храм Тигр есть, посмотрел, туда требуются волонтеры. Очень интересно, там почитал, с тиграми, во-первых, работать, то есть там жить по их заповедям. Вот одна мне очень понравилась – не спать на роскошной кровати. Так, ну, вроде почитал, такое вроде смешно, и, блин, интересно, быстрее хочется. Там, то есть тоже какая-то провинность, там сразу оттуда выгоняют, естественно. Там жить по их полностью правилам, посещать медитации обязательно. Вот, второе место посмотрел в Алтаях, то есть там какой-то лагерь есть тоже здоровый. Ну, и еще одна новость на сегодня. Русский витязь Александр Поветкин посетил Кубок губернатора по боксу. Этот международный турнир завершился накануне во Владимире. Олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов наблюдал за финальными боями среди сильнейших юниоров России, а также еще семи стран. Всего в этом году участниками Кубка губернатора стали 102 боксера. Поскольку на соревнованиях присутствовал старший тренер сборной России Виталий Волков, победители Владимирского турнира получили реальный шанс отобраться в национальную сборную страны. Поветкин, разумеется, был в центре всеобщего внимания. Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, знаменитый супертяж похвалил Владимирские соревнования. Очень сильный турнир. Я считаю, есть к чему стремиться и расти ребятам с Владимира, боксерам, есть к чему учиться. И я считаю, что это один из самых сильнейших турниров именно по юношам. Один совет никогда не сдаваться. Идти вперед к цели. Чтобы не останавливались. Некоторым уже не хочется еще что-то. Надо просто настроиться и идти вперед к своей цели. Алексей Юрьевич, вообще работа инспектора рыбнадзора сопряжена с определенной опасностью. Кого на реке встретить можно и с чем этот человек будет злоумышленник. О них мы именно говорим. Сложно сказать. Какую-то спецподготовку ваши сотрудники проходят? Оружие при себе они имеют? Специальной спецподготовки наши сотрудники не проходят. Насчет оружия. На сегодняшний день приняты все нормативно-правовые акты, позволяющие нам хранить и носить оружие. На сегодняшний день идет закупка данного оружия для сотрудников рыбоохраны. Но вообще были случаи в Владимирской области, когда на инспекторов рыбоохраны нападения совершались? Да. Осенью прошлого года между инспектором и рыбаком, осуществляющим незаконный лов, произошла словесная перепалка, которая перешла фактически в кулачный бой. На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали данного гражданина. На сегодняшний момент он наслужен к условному сроку наказания. Понятно. Опять же, если мы говорим о незаконном промысле, для Владимирской области сейчас насколько актуальна проблема браконьерства, именно рыболовного? Проблема браконьерства у нас все-таки актуальна. Мы не будем говорить о мелких нарушениях, которые совершают рыбаки-любители. Они тоже много нарушений допускают со своей стороны. Но браконьерство достаточно актуально. Особенно в нерестовый период при свободной продаже сетей у нас очень много водоемов, которые перекрываются данными орудиями, запрещенными орудиями лова. Мы их по своей мере сил выматываем каждый день километрами, но они появляются снова-снова, поэтому этот процесс бесконечный. Поэтому, как мы с вами уже говорили, если у нас не будет введен запрет на свободную реализацию сетей, так мы будем продолжать дальше и бороться. Потому что орудия лова на сегодняшний день, сети те же самые, они стоят настолько дешево, что человек не боится их потерять. Он идет, тут же покупает новый и ставит еще. По всей едимости, выловленная рыба приносит ему прибыль большую, чем затраты на покупку данных орудий лова. Если они окажутся под запретом, то, во-первых, их будет сложнее купить, во-вторых, на них однозначно вырастут цены. И тогда, может быть, по крайней мере, затраты будут сопоставимы с добываемой рыбы с прибылью. То есть человек хотя бы задумается о возможных последствиях. Вот такой вопрос. Два года назад ходил я в путешествие, поход такой по реке Ака. Мы сплавлялись на Байдарке от Мурма до места, где сливаются Ака и Клязьма. И обратил внимание на такую вот вещь. Практически все русло Аки на всем протяжении, там больше, по-моему, ну, несколько, полторы, по-моему, сотни километров, уже сейчас точно не скажу. Но практически на всем этом протяжении русло Аки перегорожено донками, донными удочками. Практически через каждые вот 10-15 метров установлена, значит, проходит веревка, поплавок стоит. И их очень много. Они с обоих берегов, на берегах рыбацкие поселки. Ну, наверное, это разрешено, но какое-то ограничение все равно же может быть. Для вас вот эту проблему составляет вот такие... Составляет достаточно большую, на самом деле, проблему. На сегодняшний день в правилах рыболовства, как и в старых, так и в новых, было прописано ограничение по количеству крючков на одного гражданина. На сегодняшний день, ну, мы не арестовый период вообще не берем, да, в межсезонье у нас разрешено ловить на 10 крючков рыболовных. Соответственно, когда вы видите огромное количество, значит, донных снастей, значит, нужно найти хозяина данных снастей. Подъезжаешь к берегу, спрашиваешь, ваши снасти, да, мои снасти, а сколько здесь ваших снастей? Ну, он тут же быстренько ориентируется, так, как читает правила, говорит, вот это, вот это, вот это мои, а это чьи? Этот товарищ уехал, просил присмотреть, да, но у нас нет законных оснований для их выборки, да, ну, тем более, что занимаются этим в основном нижегородские рыбаки. Я не знаю, почему, но такая сложилась традиция, и все лагеря стоят на нижегородской территории, и донные снасти такие применяют в основном нижегородцы. Ну, честно говоря, не знаю, почему, наверное, может быть, такая традиция в нижегородской области, да, на Владимирской территории таких рыбаков гораздо меньше. У нас больше распространен троллинг, нежели такой способ лова. Но сейчас в этих новых правилах, опять же, появилась небольшая-небольшая, но зацепочка, на которой написано, что запрещено оставлять орудие лова без присмотра. А вообще, если говорить о количестве рыбы в водоемах области, вот, ну, за последние, там, я не знаю, пять лет возьмем, какая динамика увеличивается, уменьшается? Частиковые, ну, частиковые, лещевые породы у нас увеличиваются. Плотва, лещ, окунь у нас увеличиваются. У нас увеличились поголовье стерляди, значительно увеличилось. Но, к сожалению, хищник, такие как щука и судак, у нас количество их уменьшается, и достаточно серьезно уменьшается. Мы это считаем потому, что и по мониторинговым исследованиям, что у нас, значит, очень много троллингистов, любителей, которые ловят троллингом. На сегодняшний день более так же правила стали понятны, что можно ловить на одну лодку только на две приманки, значит, уже не по количеству крючков, а, значит, на две приманки на судно. А раньше было написано гражданина, пять граждан, да, там чуть не десять удочек можно было закинуть. А, то есть два спиннинга он поставил? Два спиннинга может, да, за собой тащить. Но, к сожалению, я вот лично, если мое мнение, то я тоже бы еще более ужесточил эти правила, я бы запретил пользоваться эхолотами при данной ловле. Потому что, ну, фактически это производит истребление. Тем более, что рыбаки, рыба наша мельчает за счет того, что крупную рыбу уже все выловили. За промысловые меры многие из таких любителей не смотрят. Маленький попался, ну, как говорится, поцелуйте его да выпустите. Нет, если никто, если ничего крупнее нет, то берут и это. Ну, к сожалению, отслеживать это достаточно сложно, но мы стараемся. Я думаю, что за вылов непромысловых размеров рыб мы, конечно, будем наказывать в этом году достаточно серьезно. А если говорить, допустим, о редких видах, там, краснокнижных видах, ну, вот, стерлядь вы упомянули. А там еще какие-то, там, я вот находил, там, гальян, там, русский осетр. Есть ли у нас бычок-подкаменщик? Бычок-подкаменщик есть, но его мало. Русского осетра у нас нет очень давно. Попадаются единичные экземпляры маленького размера. Ну, изымались с нами в этом году. Нет, по-моему, в прошлом году. В 2014 году не изымались, по-моему, в 2013 году изымали мы осетра русского. Попался он, ну, по всей видимости, не знаю, то ли забрел случайно, то ли действительно с каким-то выпуском. Потому что мы пускаем осетровый водоем. Может быть, где-то и в молоде попался. Вот то самое зарыбление, да? Об этом речь идет. Да, при зарыблении, может, попался. Так что русский осетр в единичном экземпляре тоже присутствовал. Ну, практически нет. А какие виды вы выпускаете мальков? Каких видов? Ну, мы выпускаем не просто так рыбу. Мы выпускаем по рекомендациям научных организаций. В данном случае это у нас в НИРО. Организация, которая рассчитывает количество, значит, необходимое для выпуска. И определяет место выпуска. Ну, к сожалению, в прошлом году у нас водные биологические ресурсы вообще не выпускались. Водоем Владимирской области. Непонятно, почему все поехали в Калугу и в Тулу. Ну, да, так бывает с нашими организациями. Позапрошлым году мы выпускали достаточно большое количество. А какие виды? Мы выпускали больше 100 тысяч сазана экземпляров и в районе 80 тысяч стерлядей мы выпускали. Вот при таких объемах зарыбления происходит восстановление? Достаточно объема? Ну, если оно будет постоянно ежегодно проводиться, да. Ну, еще раз говорю, что популяция стерлядей, если так же мы будем выпускать ее, имеющую даже на сегодняшний день, она самовоспроизводится. У нас стерлядь живет и не рестится совершенно нормально. Мы только помогаем ей, когда больше ее выпускаем. Я думаю, что в течение трех-пяти лет вообще можно будет ходатайствовать о том, чтобы исключить из книги Владимирской книги и ее исключить. В Владимирской области имеется в виду. Алексей Юрьевич, у нас совсем мало времени осталось. Мы обошли вопрос ответственности. Если человек с запрещенным орудием лова находится в лодке на берегу, какая ответственность? Это административный штраф от двух до пяти тысяч рублей. А если во время нерестового периода ловит? Смотря чем. Если во время нерестового периода он ловит сетями, которые могут повлечь массовую гибель водных биологических ресурсов, массовый вылов, то это уже уголовно наказуемое деяние. Если же с применением запрещенных орудий лового спиннинга или крючковой снасти, с превышением крючков, тогда это также административное наказание от двух до пяти тысяч рублей. От количества выловленных голов не зависит? Это плюсуется к штрафу, и каждая голова стоит определенную сумму денег. Как плотва головы, вернее, голова плотвы, одна голова выловлена незаконно, стоит 100 рублей. Стерли 420, судак 250. Так что, в принципе, стоит задуматься, независимо от размера и веса. Спасибо большое. На сегодня все. Я напоминаю гостям программы на всю Владимирскую. Сегодня был Алексей Кондрашов, начальник Владимирского областного отдела рыбоохраны. Алексей Юрьевич, спасибо вам большое. Спасибо за то, что пригласили. Приходите к нам еще. Обязательно. Я, Александр Козлов, с вами прощаюсь. Следите за новостями на нашем сайте trc33.ru. До встречи на телеканале «Домашний» и в эфире «Радио Дача». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова